Летом 1934 года, знойным душным днём, у двух похоронных залов в Далласе стояли очереди. Но мужчины в лёгких костюмах и шляпах, и женщины в ярких летних платьях не были скорбящими. Они пришли поглазеть. Их привлекло довольно мрачное зрелище. Трупы двух самых известных американских грабителей банков. Один принадлежал молодой женщине по имени Бонни Паркер. Другой — её напарнику и любовнику Клайду Барроу. Они стали известны миру как Бонни и Клайд. Так много легенд вокруг жизни этой любовной пары, что и сейчас, спустя десятилетия после их смерти, трудно отделить факты от вымыслов. Ещё труднее стало, после того, как в 1969-м режиссёр Артур Пенн снял фильм о Бонни и Клайд, с Фейд Дануэй и Уорреном Битти. Актёры были настолько правдоподобны и убедительны, что обеспечили этой парочке бессмертие. Но реальная жизнь Бонни Паркер и Клайда Барроу была иной. Они любили друг друга, но ненависть и жажда насилия привели их к кровавому концу. Клайд Барроу родился 24 марта 909 года. Он был шестым из восьми детей в семье бедного фермера из городка Телико в штате Техас. Телико, пыльная чаша, огромная площадь на юго-западе, испытывала засуху и неурожай в конце 20-х и начале 30-х. Верхний слой почвы снёс ветер. От пыльных бурь было темно и днём. Людям приходилось покидать эти земли. Две трети эмигрировали. Они уезжали с жалкими пожитками на ветхих автомобилях. Их манила солнечная Калифорния. Но тех, кто пытался сесть в поезд, задерживала местная полиция. Для них праздник жизни оставался мечтой. Отец Клайда продал землю и купил гараж. Клайд уже состоял на учёте как правонарушитель. Ему хотелось помочь матери. Однако он умел только грабить. В 29-м он и его брат Бак были ранены полицейскими при попытке угона машины. Бак был арестован и получил пять лет тюрьмы. Клайду удалось скрыться. Через несколько недель в доме своей подружки Клайд встретил Бонни Паркер. Вскоре она познакомила его с матерью. Бонни было 19. Встроенная и изящная, весёлая и остроумная, Клайд влюбился. Бонни родилась в Руини, Техас. Клайд был старше на год. Отец умер, когда она была маленькой, и они с матерью переехали к бабушке, в перенаселённый район Далласа, с неприятным названием «Цементный город». Помочь выбраться из «Цементного города» могло только замужество. Вместе с сестрой Бонни Паркер избрала именно этот путь. Девочки, будучи ещё подростками, вышли замуж. На этом тюремном фото муж Бонни Рой Тернтон слева, а рядом с мужем Бат. Через год Рой ушёл от Бонни, и она устроилась на работу в кафе. Бонни сразу знала, что за Клайдом охотится полиция. Клайд получил два года тюрьмы за кражу автомобиля. Бак всё ещё сидел, и вдвоём они задумали побег. Баку в марте 30-го удалось бежать из тюрьмы Хансви. Находясь в бегах, Бак женился на Бланш, которая не знала о его прошлом, а узнав, убедила Бака сдаться властям. Сообразительная Бонни Паркер сумела пронести в тюрьму револьвер и на свидание передать его Клайду. Той же ночью Клайд бежал из тюрьмы Уэйка. Но через несколько дней попал туда же после неудачного налёта в Миддлстауне, Огайо. На этот раз ему грозило 14 лет. Клайд попросил сокамерника отрезать ему большие пальцы ног. Закоренелый преступник Клайд был освобождён досрочно и снова оказался на свободе. Преступность и бандитизм буквально захлестнули страну. Процветала тайная торговля спиртным. Возникла целая преступная империя во главе с чикагским гангстером Аль Капоне. В Чикаго, где хозяйничал Аль Капоне, царил закон оружия. Гангстеры больше боялись стычек с конкурентами, чем сил правопорядка. А для бандита Джона Диллинджера полем для его деятельности стали бедные сельские районы. Преступность резко возросла в связи с экономическим кризисом и Великой депрессией. Миллионы людей оказались на улице, а бывшие заключённые могли и не мечтать о работе. Спустя несколько лет во многих боевиках рассказывалось о трудных днях экономического спада. В основе была высокая мораль, однако невольно создавалась привлекательная картина преступного мира. Преступность не привыкла платить, но в годы сухого закона платить пришлось. В барах, где торговали спиртным, им не было отбоя от толстосумов. В стране крутились огромные деньги. Люди покупали оружие, чтобы защитить сбережения. Со звёздами вроде Джимми Кагни Голливуд создал свой образ преступника. Дамы были прекрасны, а негодяи неотразимы, как Хамфри Богорт. Убери пушку. Я готов на всё. Дружба для меня пустой звук. Этот парень слишком много знает. Он будет молчать. Пусть только пикнет. Тебе не нравится моё занятие, мои друзья и я сам. Но я буду защищать, это поняла? Это не должно стоять между нами. Захочешь Бруклинский мост, только скажи, не смогу купить украду. Бурные 20-е годы. Марк Хеллинджер. Правдивая история о земле, где живут свободные люди. Невероятно, но факт. Иначе жили на бесплодных землях и в нищих городках Юго-Запада, где Бонни Паркер и Клайд Барру начали свой кровавый пир. Из-за бедности, что царила здесь, многие считали Бонни и Клайда современными Робин Гудами. Однако поначалу дело не заладилось. При грабеже в Кауфмане, Техас, пару разлучили. Бонни схватили и посадили на три месяца. Но Клайда и его банду это не остановило. В апреле 1932-го он и бывший сокамерник Рэй Гамильтон убили ювелира и похитили украшений на 2500 долларов. Покинув Хиллсборо, Клайд и Гамильтон скрывались в лесах Техаса и нападали на бензоколонки, пока не воссоединились с Бонни Паркер. Между налетами они развлекались и фотографировались. Это добавляло им известности. Пресса рисовала их жестокими любовниками, которые, пересекая Техас, Луизиану, Оклахому, Арканзас и Миссури, между занятиями любовью грабят и убивают. Но все было гораздо сложнее. Клайд был бисексуалом. Они с Бонни попеременно занимались любовью с Гамильтоном, который не отказывался от любых сексуальных связей. Весь 1932 год банда Барроу орудовала на юге страны. Они похищали и убивали всех, кто оказывался на пути. Только в 1932-м уже было четыре жертвы. Они крали оружие, боеприпасы, машины, все, в чем нуждались. Перед Рождеством Гамильтон был арестован. Его заменил в банде один из похищенных, Уильям Дэниел Джонс, проще Ви Ди. Они с Клайдом пытались угнать Форд, а когда хозяин хотел им помешать, Клайд застрелил его. Через неделю их убежище окружили. Им пришлось стрелять. Был убит помощник шерифа. Убийцы обнаружены в Риверботтаме. Идет преследование. В марте 1933-го Бак Барроу был освобожден досрочно, благодаря просьбам его жены Бланш. Она и Бак сразу же присоединились к Бонне и Клайду, и Ви Ди в банду влилось пополнение. Нужно было оружие. Клайд добыл его, совершив налет на арсенал в Спрингфилде, Миссури. Потом они напали на кредитную компанию в Канзас-Сити. Пока полиция прочесывала шесть штатов, банда Барроу благополучно вернулась в Даллас. После ограбления ювелирного магазина в Ниоша, Миссури, они сняли дом в пригороде. Но сосед увидел, как они переносят оружие. Когда уходили от полиции, они его оставили. В перестрелке погибли двое полицейских. В ту ночь они проехали 650 километров от Ниоша до границы штата Техас. В перестрелке Клайда ранили в руку, и Бонни извлекла пулю шпилькой. Но их добыча сводилась к ничтожным суммам. Самое большое — это 2500 долларов, похищенные в мае 1933-го из банка Акабена, Миннесота. Диллинджер однажды заметил, «Малолетки! Только позорят имя настоящих грабителей!» Чуть позже Клайд по привычке превысил скорость и не вписался в поворот. Машина загорелась, и Бонни получила сильные ожоги. Клайд отказался вызвать врача, и семья приютившей их позвонила в полицию. Приехали двое полицейских, которые были взяты в заложники. Банда захватила и их машину. У самой границы штата полицейских отпустили. Пока Бонни выздоравливала, банда прочесывала Канзас, Айову, Северный Техас и Миссури. 19 июля им едва удалось избежать засады у Плат-Сити-Айова, где Бак был серьезно ранен в голову. Затем, менее чем через неделю, их заметили в зоне отдыха около Декстера. Полиция окружила местность и открыла огонь. И все же Бонни, Клайд и Уиди переплыли реку, украли машину и скрылись. Но Бак был ранен в спину. Бланш схватили, когда она пыталась помочь мужу. Бак жил еще пять дней. Бланш уже считали опасной преступницей и не разрешили свидания. Бак умер, шепча ее имя. А Бланш сидела в камере. Суд приговорил ее к десяти годам. Уиди сбежал из банды, но был арестован в Хьюстоне и осужден на 15 лет. Позже он представил свою версию случившегося. Меня обвиняют в том, что я вместе с Клайдом и Бонни убил Малкома Дэвиса, помощника шерифа. Меня принудили под страхом смерти. Я был с Клайдом во многих перестрелках и видел, как он убил пять человек. Клайду Барроу было все равно, кого убивать. Он думал только о себе. Вот почему я сбежал из его банды. В последующие четыре месяца Бонни и Клайд убили еще четырех полицейских, но всякий раз им удавалось скрыться. В ноябре они решили встретиться с родными в пригороде Далласа. Местный шериф узнал о встрече и устроил засаду. Однако шериф допустил промах, предложив им сдаться. Несмотря на огонь, преступники снова ушли. Обозленный своей оплошностью, шериф Шмидт приказал помощникам доставить Клайды и Бонни живыми или мертвыми. Эд Кастер, Тед Хинтон, который знал Бонни лично, и Боб Олкорн, получили приказ преследовать пару круглосуточно. Но преступники бросили закону вызов. Ранним январским утром они напали на тюрьму Истом и освободили пятерых заключенных. При этом погибла вся охрана. Банда получила пополнение в лице старого сообщника и любовника Рея Гамильтона. Один из освобожденных решил остаться в банде, пока Гамильтон не вернет ему долг. После ограбления банка он получил свое и исчез. Один из преступников заключен в тюрьму. Но другой новичок, Генри Мэтвин, казалось, был предан Клайду. В банду вошла и новая подружка Гамильтона Мэри Одер, которая нравилась и Мэтвеном. Атмосфера в банде накалялась. По пути следования банда грабила бензоколонки и магазины. В Ланкастере они ограбили банк. Пресса создавала из преступлений банды сенсацию, не осознавая, что руки этих нелюдей обогрены кровью многих жертв. Клайд обвинил Рея в присвоении части денег. Гамильтон и Одер сбежали. Клайд опасался предательства. Он решил разделаться с Гамильтоном. В это время в банде появился новичок, бывший техасский рейнджер Фрэнк Хэммер. Начальник тюрьмы Хансфиль нанял его взять банду Барроу. Вскоре произошел инцидент, который изменил отношение общества к банде Барроу. За поимку банды Барроу было назначено большое вознаграждение. В апреле 1934 Рей Гамильтон был арестован за грабеж и получил 362 года тюрьмы. Затем ему инкриминировали убийство и приговорили к электрическому стулу. На поимку Бонни и Клайда были брошены все силы. Возглавлял операцию Фрэнк Хэммер. Он в темной шляпе. Ветеран полиции, который убил более 50 преступников. В операции также участвовали Мэнни Голд, Тед Хинтон и Боб Олкорн. Время начало обратный отчет для Бонни и Клайда. После казни Гамильтона, Клайд и его банда отправились в Оклахому. Преследователи шли по пятам. 4 апреля банду обнаружили в Дюранте. Открывать огонь на многолюдной улице не стали. Около магазина двое полицейских, заметив пулевой след на стекле, остановили машину. Банда Барроу убила еще одного полицейского. Офицер Кэмпбелл был убит, когда приближался к машине. Шеф полиции Коммерса, Перси Бойт получил ранение в голову и был захвачен. Через 24 часа его отпустили. Бойт доложил, что Клайд позер, а Бонни, Паркер, у него сложилось впечатление получше. Бойт сказал, что Паркер не похожа на ту Бонни, что стоит на этой фотографии, и явно демонстративно курит сигару. Скорее, она такая, как здесь. Бойт добавил, что Бонни и Клайд действительно любят друг друга. В их машине был ручной кролик по имени Санни Бой, которого они везли в подарок матери Бонни. Получив эту зацепку, группа преследования направилась на юг, к Далласу, где на пустынной сельской дороге пара собиралась встретиться с родителями Клайда и матерью Бонни. Позже мать Бонни вспоминала, как дочь тихо сказала ей, «Когда нас убьют, не говори ничего плохого о Клайде». Когда Бонни и Клайд попрощались с близкими, они направились на восток. Преследователи следовали за ними. Они только что получили ордер на убийство. Трое преступников из банды Барро скрылись с места убийства. И преследователи, и их жертвы смертельно устали. Им хотелось перекусить. Хинтон заметил машину Клайда около кафе в Шревепорте, Луизиана, и догадался, что они намерены встретиться с Генри Мэтвином на ферме его отца. Все преступления последнего времени непременно списывали на Бонни и Клайда, и шесть полицейских вели постоянное наблюдение за фермой Мэтвина. Когда Хинтон заметил на дороге машину преступников, он понял, час настал. Его люди заняли позиции. В их машинах находилось невероятное количество оружия. Пора было кончать работу. Эти кадры, снятые спустя несколько дней, дают представление о последней встрече Бонни и Клайда с полицией. Три дня и три ночи полицейские находились в засаде у дороги, но Бонни и Клайд были осторожны. Среди полицейских Техаса считалось, что у Барроу есть шестое чувство, и что он, как дикий зверь, чует опасность. Но в то утро шестое чувство, похоже, подвело его. 23 мая в 9 часов 15 минут полицейские начали операцию. Бежевый форт уже подъезжал к месту засады. Ловушка захлопнулась, как только форт замедлил скорость. И вот развязка. Реальность, а не реконструкция события. Мёртвая Бонни Паркер рядом с трупом Клайда Барроу. Форт изрешечён пулями. Было выпущено 50 автоматных очередей. Они даже не успели схватить оружие, которое находилось под ногами. На место происшествия сбежали зеваки, которые сопровождали повреждённый форт до самого полицейского участка. Форт выставили на всеобщее обозрение. Изрешечённый пулями корпус свидетельствовал, что полицейская расправа была суровой. Кое-кто пытался взять на память страшные сувениры, кусочки одежды или пряди волос преступников. Вокруг форда пришлось поставить ограждение. Полицейские, которые выследили и ликвидировали банду Барроу, считались героями. Было инвентаризировано содержимое форда. Кроме оружия, там нашли чемоданчик, в котором Бонни держала косметику. Похоже, перед смертью она обновила перманент и сделала маникюр. 20 родственников и друзей Бонни и Клайда предстали перед судом за укрывание преступников. Мужчин сковали общей цепью, к женщинам отнеслись более гуманно. Уиди Джонса и Генри Мэтрена приговорили дополнительно к двум годам заключения. Женщин, Мэри Одер, сестру Бонни Билли и жену Бака Бланш осудили на один год и один день. Были осуждены обе матери. Адвокат убеждал суд, что материнская любовь превыше любого закона. Но суд не принял во внимание даже инвалидность миссис Барроу. Судья дал им по 30 дней тюрьмы. Клайда похоронили рядом с братом Баком на кладбище Вест-Даллас. С аэроплана был сброшен огромный венок. Смерть разлучила Бонни и Клайда. Бонни похоронили на кладбище Фиш-Трепп. Будучи в бегах, Бонни писала стихи и отсылала в газеты. Среди них была и пророческая эпитафия. Они не считают, что были слишком жестоки. Они знали, что закон победит. Их предупреждали, но они не вняли. Смерть – расплата за грех. Придет день, и уйдут они вместе. Похоронят их рядом друг с другом. Для одних будет горе, для закона – радость. Но таков конец Бонни и Клайда. После смерти имена Бонни и Клайда стали легендарными. К тому же, на могиле Бонни появились такие строки. Как цветы, омытые росою, расцветают под лучами солнца, так и мир становится ярче, когда в него приходят такие, как ты. Но эти чувства не могли разделить семьи и жертв Клайда Барроу и Бонни Паркер. Они не только любили, но и хладнокровно убивали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok